Всем привет, с вами дядька Розе и это мой канал по Lineage 2 Mobile. Подоюсь еще в новой, изменил эпидбир для Штольни Харнака. Ой, извините, не тот канал. Ребят, короче, у меня есть украиномовный канал, где я пытаюсь разговаривать по-украински. Если кому-то интересно, то переходите по ссылке сверху, я что-то там буду вылаживать, какие-то бои интересные. Так, перейдем к обновлению. Изменен подбор для Лабиринта Харнака. Видим Эрика, Леона, Бартс, Зикхард. Также начинается восьмой сезон катакомбы отступников. Но вижу, что добавили зелье ускорения развития катакомб 15%. Такое что-то интересное. Героическая и редкая агрессия безмолвия. Это сундучки за катакомбы отступников. Если вы играли в катакомбы отступников, сегодня 26 числа в 3 часа дали награду за катакомбы отступников. Начинается пятый сезон войны кланов катакомбы отступников, который пройдет до 18 октября. Так я понимаю, это дополнительные награды за места первое, второе, третье, четвертое, пятое место. Или это именно первое, второе, третье, четвертое, пятое место в экспертах. Видимо, как всегда за экспертов очень вкусные награды дают. Вот это я не пойму, что это такое. Улучшенный сундук с ключом всемогущества. Редкий героический. Это какой-то предмет, я так понимаю, можно выбрать за счет этого ключа или что. Сундук сотрудничества с магическими чернилами. Два штуки. Это от синего до легендарного или мифического, наверное. Так, давайте посмотрим там за ветеранов. Карты класса, карты душ. Чистый эликсир. Ну вот мастера уже. Вот это ключ какой-то идет, очень интересный. Кто знает, напишите в комментариях. Номинование вот этот. Улучшенный сундук с ключом. Украшение, доспех. Что это такое, я не понимаю. Измененные хруповые подземелья, легкие и средние, чтобы их было проще проходить. Первый ивент это открывается тайная комната Бремнона. Вот тут будет вот такой значок. Легко проходится вообще, ну проходилось. Точно знаю. Там разные награды, ну не очень, но фрагменты огня. Фрагменты рецепта. Создание редкого оружия, доспеха, украшения гигантов. Для пробуждения. А вот именно когда побеждаете, Агнес вам дает сундучок, с которого может выпасть кусочек героического рецепта. Hello people, hello guys, hello people, hello guys. Так, идем дальше. У нас теперь сезонный пропуск. Очень крутой сезонный пропуск, потому что 5000 мобов в башне дерзости убиваете, получаете часики в башне дерзости. Очень вкусненько. Ну и все такое за прохождение. Именно очки, именно прохождение. Именно по топ наградам. Такое все. Больше ничего интересного. Ну сама награда. Покупаете премиум награду, где будет куча виталки. Перед финальной наградой у нас 6 карт карты, поручение НХСАД, реликвия энергии, ордена славы, знак поручения, кристаллы, вкусненькие сундучки. Вот, вот это тоже очень хорошо. 6 раз кристаллы души. Ну по мелочи такое. Так добавляется ежедневный бонус. Тоже видим тут такие вот. Финальная награда 100 очков пробуждения. Первый день мы видим карты Агатиона от обычной даретки. Цветки модификации. Нет, тут видим знак поручения, ордена славы, кристаллы, карты Агатиона, реликвия. Опять вот этот сундучок. Вот такая вот награда. Первый день у нас. Карты по 6 раз. Очень много орденов славы. Минимум вы получите 160к орденов славы. Потом опять Агатионы, чистый эликсир. Кристаллы души уже по 11 раз. Очень круто. От улучшенный до легендарный. Со знаками. По 6 раз, по 6 раз. Так, улучшенный кристалл. Обычный кристалл высокого качества. 2000 очков пробуждения. Опять души, баночки. И финальная награда у нас. Случайный героический класс. Постоянно случайно героический класс. Но это очень вкусно. Я бы купил, но я не мажор. Так. Идем дальше. В городах появляется статуя. С очень крутым бафом на 4 часа. Весь урон плюс 2. Защита плюс 2. Снижение урона плюс 1. И писемка. В 12 часов дня приходит писемка. Энергия НХСАД. Так. Случайный кристалл души. Светки модификации. Но кристалл души очень круто. Донат. Магазин. Видим двухэтапные паки. Часики прошли. Теперь коробки с медалями. За которые посмотрим, что мы можем создать. Теперь оружие. Это была бижутерия. Теперь с героическим оружием. Как всегда надо купить 2 пака. Чтобы хотя бы попробовать что-то так крутнуть. Тут мы видим улучшенный легендарный. Улучшенный героический. Реликвия энергии. Чистый эликсир. Если вы покупаете все 4 пака. Вы получаете еще дополнительно 4 карты. Ну так же и агатионы. Все так же. Ордена славы. Знаки поручения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. По себе. А да. Хотел рассказать. Появляется новый контент. В дальнейшем появится контент. Пвп с боссами. Я попросил извинения у Ли. Как бы он не ответил окей. Я думаю это означает. Что мы договорились на мировую. И они уберут меня с вару. Теперь короче. Следующая. Шалость. Я короче иду вот этот клан. Это клан. Который был в Альянсе с демонами. Но они там что-то поссорились. Я обещал. Просто обещал. Что не буду. Как бы выносить ссору избы. То ребят. Будут короче видосики под музычку. Мне очень что-то понравились. Вот эти такой тяжелый металл. Именно пвп за боссов. Вот именно демоны против номэд. Потому что как бы мне этот контент интересен. Как бы если мы посмотрим. Раз демон. Два демон. Демон. Три демон. Четыре человека. Которые меня будут напрягать. Это очень мало. Или я буду просто резать Альянсвум дальше. Как бы как раньше это делал. Я ночью крутил алхимку. Фармил зарычей. Там дрался за зарычей. Но как бы я уже не вижу смысла. Я там уже наверное уже все что мог наснимал. Я вступаю вот в номэд. Который воюет с демонами. Получается на сервере Леона 02. Альянсвум. И демоны с номэдами. Ну когда номэды были в демонах. Они поделили по два дня боссов. Также осталось у номэду демонов тоже по два дня боссы. Но теперь они дерутся за этих боссов. И мне этот контент интересен. Он играет только ради контента. То если там я вступлю в этот клан. Я уверен с Альянсвумом там будут какие-то недовольные ребята. То я могу тоже ничего как бы не снять. Но я продолжу обратно тогда свомы резать. Раз если мне не дадут делать контент. Именно что демонов резать. Что Альянсвум. Мне нет разницы. Просто с демонами у меня получится какой-то контент. А именно с вомами. То там уже я уже всех знаю. Уже со всеми передрался. Мне не интересно. Вот мне не интересно. Если вы сидели за прошлыми видео. То Миракс это не Мазай. Возможно Миракс знает кто такой Мазай. Но Миракс это не Мазай. Просто Миракс поступил как-то я не знаю. Глупо. Он своей вины не видит. Винит во всем только меня. То что я так поступил. Я вчера уже ему ничего не отвечал. Он мне дадут мне контент сделать с нумедами и демонами круто. Не дадут. Продолжу резать Альянсвум. Крутить Алхимку как было раньше. Так. С вами дядюшка Розе. Ждем новый контент под музыку ПВП. Работях против боссов. Надеюсь у меня все получится. То что это будет топ контент. Тебя думает. Продолжу резать Альянсвум.